МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветики-пистолетики. Хаю-хай! Ну или еще привет малютки, бэбики и пупсики. Да, те из вас, наши дорогие, кто постарше, сейчас, наверное, подумали, мы, Ольга Солоницына, Дмитрий Наумчик, немножечко не в себе. А вот те, кто помладше, без труда назовут имена людей, которые именно так приветствуют своих зрителей, Ивангай, Настя Ивлеева и Катя Клэп. Нам бы тоже, может быть, что-нибудь такое оригинальное придумать. Может быть, и придумать, но попозже. Все-таки у нас время работы. Через 45 минут подумаем над этим вопросом, потому что сейчас пора заняться нашим с тобой любимым делом. Работай. Это программа «Добрый день, Тюмень». Смотрите сегодня. Детское блогерство. Модная блажь или полезное дело? Нет, не говорить. Здоровая реакция на детские желания. Работать или постить фоточки. Как совместить приятное с полезным? А прямо сейчас давайте представим ситуацию, которая вполне может случиться в каждой семье, где есть дети. Более того, мы подозреваем, что кто-то из вас уже через это проходил. Или проходит. Итак, к вам подходит ребенок и говорит, мама, папа, я буду работать блогером. Какой будет ваша первая реакция? Мы предлагаем три варианта. Первый. Боже, сынок, только не это, только через мой труп. Второй вариант. Что ж, дочка, давай. Ну и третий. Пробуй, да. И третий. Дети. Мы с папой не против, но только в качестве хобби, после основной работы и после получения диплома высшим образованием. Опрос проходит в группе «Тюменского времени» ВКонтакте, здесь же под постом. Напишите нам, что вы думаете по поводу повального увлечения детей видеоблогами. Ну, как просмотрами, так и созданием блогов. А что вы думаете о детских школах, где учат быть блогерами? Это полезные занятия или кто-то просто решил заработать на детских желаниях? В общем, ждем ваших соображений на эту тему. Автора лучшего комментария, лучшего народного эксперта. Мы порадуем небольшим подарком. Накоточек будет пригласить мне вручок. Да, ну а начинаем обсуждать тему с мнения профессионала. И наша задача понять, откуда в наших милых детках это стремление к быстрой славе, какие есть плюсы и минусы у этой модной виртуальной тенденции. Встречаем в студии программы «Добрый день, Тюмень» психолога Анну Карачун. Анна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Анна. Простим, проходите, пожалуйста, к нам присаживайтесь. Вспомним советские времена. Советские детки мечтали быть космонавтами. Российские детки сначала мечтали быть бандитами, потом банкирами. Сейчас многие мечтают стать чиновниками. Но очень популярны блогеры. Если спросишь у детей, кем будешь, буду блогером. Скажите, пожалуйста, почему? Давайте копнем глубже. Мы же с вами взрослые дети. Откуда у них это желание стать блогерами? Да, действительно, сейчас все больше и больше детей хотят связать свою жизнь с блогерством. И найти ответ на вопрос, с чем это связано, прежде всего, я думаю, есть смысл порассуждать. А как, например, профессия учителя, врача, насколько она уважаема в обществе? Какие у этих людей зарплаты? Потому что блогерство манит детей тем, что это популярность, что это деньги. Блогеры действительно получают, некоторые блогеры довольно много, больше, чем депутаты. Поэтому это и манит, это такой путь к Олимпу. Слушайте, это легкие деньги за минимум усилий? Я бы не сказала, что легкие деньги, действительно, чтобы быть блогером и предоставлять качественный контент какой-то, нужно потрудиться. Но они-то пока еще об этом не знают. Они не знают. Они не знают всего за кулисья той или иной профессии. Поэтому очень часто люди, которые заканчивают высшее учебное заведение, они не работают по профессии, потому что их ожидания разбились о реальность. А чем вы, как психолог, можете объяснить популярность, феномен, популярность детских именно блогов, в которых они показывают свою жизнь? Малышковых, так скажем. Когда деточки 3-6 лет. Ходят там куда-то с своими родителями. Меют фороны, да-да-да, покупают платьишки. Что тут такого? Ну, вообще спрос рождает предложение, и предложение рождает спрос. То есть сейчас эпоха потребления, да, и вот все пытаются этому соответствовать. Но если говорить о таком моменте, как реалити-шоу, да, как родители снимают, чем они занимаются своими детьми, у всех это любопытство, заглянуть в замочную скважину и посмотреть, как живут. Эффект дома-два, что ли, да? Да, и причем это не зависит от менталитета, от страны, от какой-то локации. Это всегда было интересно. И здесь людей можно на две категории разделить. Когда это норма, да, и для меня эта информация является каким-то источником вдохновения. Даже если это может быть отзыв о каком-то товаре, который мне поможет. И вторая сторона – это уход от каких-то своих реалий. Которыми не хочу сталкиваться. Которыми надо бы поразбираться в первую очередь. Ну вот понятно, что хорошо или плохо детское блогерство здесь не может быть однозначного ответа, поэтому мы сейчас просим вас поработать психологом, а мы с Димой поработаем папой и мамой. Пойдем. И мы как бы будем у вас на приеме делиться… Дорогая, разовься. Милая, конечно, присаживайся. Делиться самыми такими, наверное, основными сомнениями родительскими. А вы нас будете либо подтверждать, либо опровергать, либо вообще нашу мысль в какую-то другую сторону направлять. Ну давай, папа, начинай. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, что меня больше всего волнует? А все это отвлекает от учебы. Ему ЕГЭ сдавать надо, ему готовиться надо, ему в университет поступать, да, а тут он все время тратит вот на это непонятно что. Давайте представим, что ваша семья образцово-показательная, и ваш ребенок социально успешен, активен, и почему бы вам не посмотреть на блогерство как на инструмент, который поможет ему развиться в какой-то сфере, которая ему интересна. Например, там, фотографирование, да, это же может стать платформа для развития, и помимо оценок и экзаменов у ребенка все-таки должно быть еще какое-то увлечение. Но если мы говорим о поступлении в ВУЗ, то это такой возраст ребенка, это 17 лет, когда он уже вправе выбирать, он должен уметь брать на себя ответственность, он должен встречаться с результатами своего выбора и организовывать свое время так, чтобы ни одна из сторон его жизни не страдала. И если вот как-то к 17 лет... Кстати, о времени, ведь ему нужно будет помогать, он сам-то ничего пока не умеет. Вы тоже, кстати, ничего не понимаете. Да, я тоже ничем не могу помочь. Можно делегировать, да, сейчас очень много курсов и школ для блогеров, для детского блогерства, но тогда родители могут ждать какие-то сюрпризы, да, вот этой связи не формируется доверительной, и ведь блогерство для ребенка и для родителей может стать отличной альтернативой совместно во времяпрепровождения. Но если речь идет о качественном контенте, не об информационном мусоре, да, вот что я поел, вот куда я пошел, а действительно, когда можно какие-то скиллы свои прокачивать. Вот вы знаете, Анна, у нас папа работает на телевидении, и периодически дома он ведет себя как звезда, это просто невыносимо. И я считаю, что если и сын, набравшись популярности и славы, будет себя также дома вести, и я бы такого не хотела. То есть эти вот медные трубы, они взрослых-то портят, а что за что говорить о детках? Ребенку, конечно, будет сложно справиться с обрушившейся на него славой, но опять же, если рядом нет родителей, да, психика детская еще не окрепла, поэтому в семье должны быть какие-то ценности. Если родители передали ребенку, что такое ценность труда, что такое ценность дружбы, отношений, чего угодно, да, то вот слава, она, воспитание славы, он пройдет, да, может быть и сложно, но он пройдет. А если воспитание через наказание, через запреты, через обесценивание, то, скорее всего, запретный плод будет сладок, и ребенок не научится понимать, что я хочу, как этого достигать. А чем чревата ситуация, когда ребенок, ну вот, добился, чего он хотел, но мы понимаем, что жизнь блогера, она очень недолговечная. Ну, конечно, мы просто отписки пойдут, там, хейтеры, рискованные. И потом, да, потерпелся, ну, вы представляете, это же у нашего сына будет такая душевная психологическая травма. Ну, ограждать ребенка не получится, да, вся жизнь, она соткана из удачи-неудач. Чревата, в первую очередь, опытом. Помимо расстройства, ребенок получит еще опыт какой-то. В следующий раз он будет знать, да, каких качеств, каких знаний мне не хватило, чтобы дойти до финиша. И родители должны помогать ему в этом. Вот какую-то вы тоже нам, Анна, идеальную ситуацию описываете. Просто, когда человек столкнулся с неудачей, он начинает уходить в себя, он начинает психовать, он будет эмоционально неустойчивым быть. И это что, его снова к психологу придется вести? Нет, за всем этим стоит страх, огромный страх. Страх поражения, страх ошибок. Другой вопрос, а что мы с этими ошибками, с этим фиаско будем делать? Как мы к этому будем относиться? И кто, как не родители, должны ребенка в этом поддержать? А, знаете, мы тоже боимся. Мы боимся того, что он столкнется, ну, грубо говоря, со злом с каким-то, да? Да, ну, негативный контент. Какие-то там те же самые критеры. Контент, да, да, да. Да, и, так сказать, его психика будет повреждена? Она будет повреждена, если он не научится противостоять этому, если он не научится распознавать это. Но вы считаете, что в 13 лет 14 человек может уже способен это распознавать? Он должен учиться этому. Это не значит, что грудью на амбразуру, да, давай, малыш, сам как-то разбирайся. Это значит, что вы какое-то время делаете это вместе, а потом уже, когда навык у ребенка окрепнет, он в состоянии будет делать это самостоятельно. Но оградить его от эмоций, от негативного опыта невозможно. Вот мы, знаете, на день рождения купили ему велосипед, дорогущий, за 25 тысяч, да, купили? Он говорит, не нужен мне велосипед, да, купите мне лучше новый там платшет, компьютер. Велосипед, он прекрасно катался на коньках в детстве. И мы очень боимся, что у него не будет реальных друзей, у него не будет вот этой вот жизни, которая у нас-то в молодости была, там, дворовых компаний, каких-то походов там на дискотеке. Ну, это такая крайность, да, это очень-очень большой страх сейчас, я слышу. Все-таки блогерство – это больше про коммуникацию, и такой круг по интересам, и все же он найдет каких-то единомышленников, и возможно… То есть неважно, виртуально это друг или это живой друг, который живет с тобой в одном дворе. Ну, важно еще понять, от чего ребенок уходит. То есть если, опять же, да, как мы с вами уже говорили, это уход от чего-то, уход от проблем, уход от сложностей со сверстниками, уход от проблем в семье, тогда здесь, опять же, нужно работать немножко в другом направлении, не цепляться за это блогерство. Вообще, знаете, мы считаем, и процентов на сто уверены, что вот в блогерстве как таковом нет вообще никакой пользы, потому что когда ребенок ходит на спортивную секцию, мы видим, как он физически крепнет, развивается. Когда он учит английский, это, конечно, очень важно и нужно. Репетитор по математике, ну, само собой. А блогерство, что это такое вообще? Тратить время, рарить чего-то прижачного, далекого такого. И что полезного вообще это может нашему ребенку дать? Я не могу сказать, что я сама обеими руками за детское блогерство, да, но я против категоричности. И я все же, если бы мой ребенок, например, захотел стать блогером, я бы попыталась все-таки его немножко переориентировать и направить на то, что не блог – сама цель все-таки, а какая-то, например, профессия может стать, профессия, в которой ты можешь стать экспертом, и с помощью блога делиться со всем этим. А, ну это правильное развитие. Ну, как он тоже 13-летний подросток, в чем он может быть экспертом? Это надо узнать. Надо поискать. В чем угодно он может стать экспертом. Какое еще можно найти применение блогерским навыкам? Посоветуйте. Ну, если это видеоблог, то, на самом деле, это очень универсальные люди. Он и журналист, он и оператор, им смонтировать нужно. И он и СММщик, и он и рекламщик, да. Но, опять же, если мы говорим о качественном каком-то контенте, если это информационный мусор, то это правда, это будет недолговечно. А теперь, знаете, так, парам-пам-па, да. Мы превращаемся снова в ведущих программы «Добрый день, Тюмень». В нашей программе сегодня проходит опрос. Ваш ребенок решил стать блогером. Какая ваша первая реакция? Вот скажите, пожалуйста, какая самая здоровая реакция должна быть? Поддержка и заинтересованность, да. Понять, а что там для тебя такого привлекательного. А потом уже война стратегию покажет, да? Да, все верно. Анна, спасибо большое за содержательный разговор и за этот психологический прием. Спасибо вам. Итак, мы рассмотрели ситуацию, когда ребенок хочет стать блогером. А что, если это будет не один ребенок, а школьники разных классов и сразу вместе? Ответ на этот вопрос мы получили в школе Сила Имбаева. Посмотрите, как здесь все устроено. Добрый день, уважаемые учителя и ученики. Добрый день, уважаемые учителя и ученики. Первый дубль, как и первый блин, пока комом. Освоиться на телевизионной кухне оказывается непросто. Школьники из Имбаева снимают свой первый в жизни выпуск новостей. Волнение очень сильно. У меня большая боязнь перед камерой, так скажем. Нужно привыкать. С тех пор, как в Имбаево открылась школа блогера, любой из подростков может стать ведущим или корреспондентом, попробовать свои силы в искусстве съемки и монтажа. Луиза Сагитова, например, решила взять интервью у самого умного робототехника школы. Мальчик победил в областном конкурсе юниоров. Рецепт удачного материала Луиза знает. Желательно задавать вопросы, на которые не будет ответа «да» или «нет». Потому что нужно, чтобы ответ был такой, знаете, ну, развернутый. А вот за вкусную картинку отвечает Арина Мухамедзианова. Пока она единственная девушка среди операторов. Работать за кадром обычно стараются юноши. Я сразу, когда пришла на занятия, поняла, что мне очень ближе камера, потому что нужно подобрать определенный ракурс. Нужно знать уже, как будет выглядеть картинка, как ее нужно, как бы, подстроить, да. Под каким соусом подать материал ребята решают совместно. В обсуждении верстки первого выпуска новостей участвуют все, от главного редактора до монтажера. Здесь можно монтировать как фото все в одно видео, как и видео можно монтировать, обрезать и эффекты накладывать. Дети учатся писать сценарии, актерскому мастерству учатся, снимать репортажи, брать интервью. Будем снимать школьные новости все вместе в команде, а в дальнейшем со следующего полугодия планируем каждый ребенок создать свою страничку и уже начнет сам наполнять качественным контентом свою социальную сеть под нашим наблюдением. Уже скоро оценить работу ребят сможет каждое видео появиться на сайте школы. Ну что, похоже, мы тоже попадем сегодня в ленту новостей о том, что в школе работало телевидение, ученики узнают уже в ближайшем выпуске. Чтобы удержать аудиторию, юным блогерам приходится работать, во-первых, быстро, а во-вторых, выбирать интересные темы. В эфир попадут и сюжеты о жизни родного села. Так скоро в Ямбаево откроют мемориал, посвященный подвигу тружеников тыла в годы войны. Ребята уже ищут интересные ракурсы, чтобы осветить это событие. Снимать будут даже сверху на школьный квадрокоптер. Все, чтобы завоевать зрителя. Смотрите далее. Известный блогер Люся Тюменцева о современном детском блогинге.